Ага, вопрос задан со скрытым подтекстом. There is a special meaning in a poet. Алло, Мишенька, это Борис Абрамович. Да, спасибо, что перезвонил. When he addresses a society in a slavic countries, происходит очень смешное впечатление. Или наоборот. Через полчаса можешь у меня быть? Встретимся, поговорим, все. Жду, жду, все, пока, пока. Если говорить упрощенно, я это сделал я, я. Миш, расскажи, пожалуйста, как так получилось, что в Америке судьба тебя послала встречу с Иосифом Бродским? Это произошло благодаря тому, что я в ту пору учился и работал в колледже, который называется Помона. Колледж это такой, такая абсолютная была колыбель культуры. То есть, либеральный колледж, то, что в Америке называется liberal arts. Он расположен где-то на расстоянии, там, минут сорока от центра Лос-Анджелеса. И там был такой международный языковой центр, Олденбург. Каждый год они набирали шесть людей из стран, чьи языки преподавались в этом колледже. То есть, немецкий, французский, китайский, японский, испанский и русский. Значит, и это должен был быть обязательно человек с высшим образованием и из этой страны. Ну и как бы обладающий какими-то навыками педагогики или чем-то еще. Я прям в лед прошел собеседование. Мне дали, я должен был преподавать, по-моему, шесть академических часов в неделю студентам. И при этом дали возможность брать любые курсы и учиться самому. И предоставили трехкомнатную квартиру прямо в колледже. То есть, это для меня были три года совершенно и абсолютно фантастики жизни в самой свободной части Америки, в Калифорнии. И русская кафедра приглашала периодически каких-то ярких лекторов. Это была такая у них программа, на это у них был грант. И вдруг, значит, меня профессор с этой кафедрой говорит, мне говорит, что мы решили пригласить Бродского, и он, судя по всему, приедет. Я такой, кого? Осипа Бродского. И он приехал и прочитал лекцию про роль поэта в Восточной Европе по-моему, в 17-18 веках. То есть, такая общедоступная, исключительно популярная тема. В общем, было по барабану, какую тему он читает, потому что аудитория, которая... Он читал по-русски или по-английски? Он читал по-английски. Это, значит, набилось людей просто так, что реально можно было просто с люстры их снимать. То есть, там не то, что друг друга на коленях сидели, стояли, лежали на подушках у его колен и так далее. И, значит, я туда тоже попал и встал где-то, присел около стеночки. Расстояние от меня до него было, вот как там, до барной стойки, то есть, метров 10. И он был в таком сером, большом, чуть больше по размеру свитере мешковатом, таком белосером, такой, какой должен быть, всклокоченный, значит, и разговаривал он на жутком славянском акценте и пел, как обычно. то есть, there is a special meaning in a poet when he addresses a society in a slavic countries и все такие, блядь, вот в таком состоянии, идите ко мне, бандерлогии, то есть, совершенно было неважно, что он говорит, но то, как он говорил, это было невероятно, просто космически, вот, ну, или, конечно, это во мне, я вот так вот воспринял, но аплодисменты были совершенно оглушительные, и вечером того же дня, у него был свободный вечер, перед отлетом, эта русская кафедра устроила маленький частный ужин, и на этом ужине было в общей сложности 10 человек, и на нем оказался я. Мы, значит, сидели, вот, наискосок друг от друга, это было очень странное мероприятие, очень, потому что, ну, во-первых, в принципе, когда, когда одна звезда и вокруг любопытный профессорско-преподавательский состав, это, в общем, достаточно непростое испытание, и, как я понимаю, он вообще, как мне показалось, в обычной жизни скорее был интровертом, то есть, у меня сложилось впечатление, что он вообще давным-давно уже в другой реальности находится, ему, его же, его, какой год? Сейчас я тебе скажу точно, 1993. Правда, ну, то есть, совсем хреново со здоровьем. Да, он уже очень был болен, и, конечно, в разговоре всплывала периодически Россия, и он, мне кажется, что намеренно, декларативно игнорировал любую тему, связанную с Россией, вот просто пропускал ее мимо ушей. Если ему задавали какой-то вопрос по поводу Америки, по поводу чего-то там политического, по поводу разницы между восточным и западным побережьем, академические какие-то вопросы, вот это вот, он еще как-то, не напрягаясь, но формально отвечал про Россию вообще. То есть, ему, у меня такое ощущение, что если бы ему задавали вопрос относительно борьбы политических партий в Уганде, он проявил бы больше интереса, чем по поводу своей исторической родины. И, в общем, ну я бы, конечно, это безжалостно по отношению к нему, но я бы сказал, что это высокомерие было. В этом во всем чувствовалось какое-то усталость, не абсолютное отсутствие интереса и даже высокомерие. И, что забило последний гвоздь вообще в мое ощущение от этого вечера, это то, что я вызвался его проводить до такси, когда приехало такси. вот, и я вышел с ним вместе, помог ему донести чемодан и по дороге просто ему сказал, вы знаете, мои родители познакомили меня с вашей поэзией и вы для них были едва ли не самый главный поэт в их жизни. Я просто хотел вам это сказать и сказать, что они, конечно, были бы счастливы, узнав о том, что я сегодня вот с вами. Он сказал, thank you и все. Вообще. И тоже, по-моему, он даже не обратил внимания на то, что я ему сказал. Просто сел в машину, я захлопнул дверь, он ушел, я еще долго стоял, я тогда не курил. Вот. И было такое ощущение, вот, блин. Надо бы закурить. Надо бы закурить, но не курю. Какое впечатление на тебя произвели его стихи на независимость Украины? Ну, первое определение, которое выходит, тяжелое. Нечего портить кровь, рвать на груди одежду, кончилось знать любовь, коли бы вовпромежду, что ковыряться зря, в рваных корнях глаголом вас родила земля, грунт чернозем с подзовом, полно качать права, шить нам одно другое, эта земля не дает вам, кого нам покоя. Ой, это левада, степь, краля, баштан, вареник, больше подитеряги, больше людей, чем денег, как-нибудь перебьемся, а что до слезы и сглаза, нет на нее указа, ждать до другого раза, с богом орлы, с богом орлы, казаки, гетманы, вертухаи, только когда придет вам помирать бугаи, будете выхрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса. Мне кажется, что... Ну, когда придет время и вам помирать бугаи, будете выхрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса. Ты понимаешь, меня очень задело это, особенно сейчас, когда они всплыли еще раз и используются, юзаются разными людьми. Ну, просто надо напомнить всем, что они были написаны в 93-м году. Да. Задолго до всего. Да. Но при этом, как сказать, я не согласен по содержанию, но упиваюсь формой. Я просто, я понимаю, что вообще в истории русской поэзии отношение поэта к этим самым, ненавижу этот термин, геополитическим аспектам, событиям, что у Александра Сергеевича Пушкина, что у Бродского, это порой, как бы для меня это порой чересчур. Я не могу согласиться с такими определениями, с такими словами и с таким, ну, во многом часто имперским высокомерием по отношению к другим народам, но не отдать должное тому, что они имеют полное на это право, и это все равно великолепно написано, я не могу. И в этом опять парадокс, конфликт формы и содержания для меня всегда. Вот. Поэтому, ну, как бы, можно так сказать, что я люблю Бродского в первую очередь не за эти стихи. А у тебя какой любимый стихотворение? Есть одно? Одно. Ну, слушай, я банальщину произведу, ну, не выходи из комнаты. Не выходи из комнаты? Ну, потому что оно просто столько раз всплывало, и столько раз как-то очень точно отражало мои собственные ощущения. Особенно возглава счастья только уборную и сразу же возвращаясь. Хорошо, а если мы мягко перейдем к музыке, тебе нравится то, как с этим стихотворением «Не выходи из комнаты», в том числе с этим стихотворением, но и с другими, поработали российские музыканты, которые в том числе излучали на нашем радио. Я имею в виду Сурганову, Уарбениной, да много кто что-то делал, по-моему, на эту тему. Как тебе это? Сейчас я начну не с этого. Самый интересный проект, связанный с музыкальным материалом на стихи Бродского, Моджуз, нет, сделал Боря Барабанов, музыкальный обозреватель газеты «Коммерсанты», многие годы мой друг и соратник, который чудом обнаружил в Лондоне бобину с записью чтения самого Бродского и получил разрешение на то, чтобы эти записи были положены на музыку и он сделал альбом, в котором звучит голос Бродского и разный фон музыкальный. Прослушивание этого альбома мне доставило наибольшее удовольствие. Но мне кажется, что его стихи они, конечно, очень изначально музыкальные и у меня каждый раз возникает одно и то же. Я начинаю читать и у меня звучит этот голос, звучит вот это вот. Фактически он же занимался не чтением, он занимался мелодикламацией, он пропивал это всегда. И поэтому первое ощущение, когда ты слышишь новую песню на стихи Бродского, это ощущение диссонанса, потому что она звучит совсем не так, как ты себе, как она звучала от тебя долгие годы в голове. Но при этом я вообще исключительно положительно отношусь к любой попытке это делать и не могу среди этих вещей, которые ты упомянул, говорить о какой-то тотальной безвкусице или оскорбительном отношении к автору. Нормально, это органично все. И у Светы это органично, у Нойза недавно была попытка какая-то. У Нойза, у Нойза. Да. Земфира выпустила. Да, да, да. Олег Нестеров замечательно делает. Да, да. Это превосходно. Стоя в своей первонине Уйдя из точки А Там поезд роднее Стремиться в точку Б Который не в камине Вообще видно, что для русских музыкантов это Бродский представляет собой такой непрекраснительный иссякаемый источник вдохновения. Вдохновение, да, да, да. я послушай столько отвратительных пошлейших текстов в русском роке, что дай бог, чтобы они больше обращались к хорошей высокой поэзии. Там, по крайней мере, к стихам вопросов не возникает. Это правда. Миш, скажи, пожалуйста, как ты познакомился с Березовским? Я, значит, у меня был такой очень непростой момент в жизни, когда я внезапно расстался с Радио Максимум не по своей воле. Почему тебя уволили? Значит, официальная причина состояла, она звучала так, что я слишком много времени уделяю себе и слишком мало радиостанций. Но это в связи с тем, что у меня появилась программа на НТВ под названием «Сумерки», которую мы делали в режиме одновременного вещания, это что называется «Саймлкаст», когда ты слушаешь ее на радио и смотришь на экране. Это была программа про наркотики, про то, что с ними связано. И Вера Кричевская, кстати, была режиссером этой программы. Ввели мы ее вместе с Настей Рахлиной. Настя Рахлина это вдова Вашлачева, которая тоже недавно, к сожалению, умерла. Светлая память. И программа была очень мощная, поскольку я уговаривал нескольких музыкантов, уговорил, что они пришли и признались в том, что у них какой у них роман и с каким наркотиком был. Там был Дельфин с, собственно, признанием того, что у него был героиновый период. Там был Вадик Самойлов из «Агаты Кристи», который, будучи под кокаином, признался, что он завязал с кокаином. Такие вещи там повторялись неоднократно. Помимо таких курьезов, там были действительно искренние истории. Эта программа явно вызвала большой резонанс. И, собственно, формальной причиной было то, что тебе надо программировать радиостанцию, а ты занимаешься, в общем, тем, что сам светишь физиономией в телевизоре. Хотя, по сути, опять-таки, если это имеет значение для тебя интересно, то там было два курса развития. Один курс развития, который декларировали американцы, что нам нужно гораздо больше ориентироваться на мировые чарты, то есть, ставить в эфир те хиты, которые в данный момент выстреливают по всему миру. Значит, Эросмит, Бон Джови и так далее. Моя позиция заключалась в том, что эта станция, которая вещает Москве и в Санкт-Петербурге, нам нужно ориентироваться на те группы, которые имеют особенное значение для этой страны. То есть, там, американцам нужно было долго объяснять, что для нас значит депешмот. Потому что депешмот в Америке в ту пору вообще не имел никакого просто смысла, его не было ни на одной волне. И мне нужно было долго объяснять, почему здесь особого смысла не имеет играть Брюсс Спрингст. Американцам, для которых он просто там выбор такой тамошний Шевчук. И вот в этом постоянном конфликте накопилось какое-то количество напряженное противостояние, которое вот так разрешилось. И дальше я оказался фактически на улице. И это было такое очень странное ощущение. То есть, я всегда выходил на Пушкинскую площадь королем просто. Вот здание газеты «Московские новости», вот здесь кинотеатр «Россия», здесь памятник Александру Сергеевичу. Я выхожу и понимаю, что вот из этих окон я вещаю, программирую самую модную станцию в Москве. Самую модную. Ну, у меня там то, что не вечер, то или Генри Роллинз, или Патчо Бойз заходят к нам на интервью, там, Дэвид Бирн, там, ну, то есть, потрясающий совершенно набор артистов. и тут я выхожу прям как абсус. Все. Это было такое первое ощущение того, как все может оборваться всегда, в любой момент вот так вот. И потом ты только с годами уже понимаешь, что, слава Богу, значит, оборвалось так вот, да, потому что может оборваться по причинам гораздо более серьезным, по здоровью, например. А тут, ну, вот так вот. И это было для меня очень новое. И тут у меня поступило два предложения. Одно предложение было от начинающегося малоизвестного музыкального телеканала MTV, которое стартовало, которое там тут стартовало, делал его Борис Гурич Зосимов. Да, да, да. И Борис Гурич предложил мне встретиться на предмет того, чтобы я программировал MTV. Мы встретились, и это было очень забавная встреча, потому что значит, мы долго-долго говорили, мы к этому моменту уже хорошо знали друг друга, потому что у него был Биз-ТВ, мы с Максимумом Биз-ТВ контактировали, делали какие-то совместные акции. Значит, и мы после небольшого разговора решили, а давайте распишем на бумажках вот он и я, как он видит, какой формат будет ОМТВ и каким его вижу я. И Борис Гурич написал в столбик западные группы и отечественные, и я написал западные и отечественные, и мы сравнили, и мы абсолютно совпали по всем западным группам, абсолютно разошлись в полярные стороны по русской музыке. А что у него было и у тебя? У него были Иванушки Интернешнл, в первую очередь там группа Тет-А-Тет. Я уж не помню, кто там был из питомцев Азеншписа, то ли Влад Сташевский, то ли Никита, то ли кто-то еще. Значит, у него был Децл. Короче, у него была попса в основном. Вот. У меня были там группа Сплин, Умень, Тролль, Текилла, Джаз, вот такая вот. И он такой, взявшись, посмотрев мой список, взялся за голову и сказал, не, Миш, мы прям вот не сработаемся вообще. вот. То есть, если бы там, как я понимаю, если бы там было хотя бы там один, два пункта совпадало бы, у тебя еще была бы какая-то тщетная надежда, а тут ее вот просто не было, потому что они абсолютно полярные были. И это для меня было очень обидно, потому что я, конечно, был бы счастлив программировать MTV в России. Я к этому времени, ну, у меня за плечами уже было там много лет увлечения музыкой в Америке. Я понимал, что такое MTV в США, и это, конечно, было бы дико круто. А дальше второе предложение поступило от незнакомых мне людей, которые сказали, мы тут открываем холдинг с News Corporation, это компания Руперта Мердока. Для меня так это, ну, типа, да, я слышал про Мердока, в основном сидит там с Fox. И мы будем делать несколько радиостанций. И тут как раз, Миша, вы освободились, мы хотели бы вам предложить запустить несколько форматов. Я такой, это я умею, а кто, извините, с российской стороны? Ну, пусть вас это не смущает, это Борис Абрамович Березовский. И я так, окей, I'll get back to you. Короче, я, я, значит, посоветовался, ну, в ту пору, в ту пору гугла еще не было под рукой. я посоветовался с несколькими своими друзьями, вот, в том числе с мамой. У меня такой индикатор всю жизнь был. Если я в период поворотных решений говорю маме, вот, А или Б, и мама говорит, конечно, А, значит, делай Б. Это было всегда. и мама сказала, ни в коем случае, какой ты с ума сошел, тебя убьют, в основном был момент, вот, значит, я узнал побольше, в общем, в конечном счете, я оборзил до такой степени, что я сказал, я всерьез рассмотрю это предложение, но мне нужна встреча с владельцами. Вот. И, надо сказать, что они как-то так, мы к вам вернемся, Михаил. и через несколько дней, значит, это было тоже, если у нас есть время, если, это была тоже прекрасная история, это же, значит, такое особенное время, это было 90, это было уже кризис 98-го года, значит, я не могу сказать, что было голодно и холодно, но, в общем, это была полная жопа, и я, воспользовавшись вот этим периодом в работе, когда я снимал квартиру, однокомнатную, кстати, недалеко от того места, где мы сейчас снимаемся, и у меня там вообще практически не было мебели, я решил купить диванчик, вот. Я пришел в мебельный магазин, значит, и приценивался, и там какой-то мой диванчик сказал, я сказала продавщица, подошел, сказал, извините, пожалуйста, вот такой диванчик у вас нет, только такого темно-красного цвета. И она мне сказала, все на витрине, молодой человек. Вот. И в этот момент у меня сработал пейджер. И, значит, на пейджере высветилось, Михаил, перезвоните, пожалуйста, в логоваз и номер телефона. Я понимаю, что это очевидно связано вот с этим возможным интервью и с будущей работой. Вот. И я подхожу к этой же женщине, а у меня телефон сотового никакого нет, время-то еще то. Я говорю, извините, пожалуйста, мне откуда позвонить. Можно я один звонок сделаю с вашего телефона? Срочно просто нужно. Она такая, ну, делайте. Я, значит, беру, вот, звоню и говорю, здравствуйте, это Михаил Козырев. Вот мне только что пришло сообщение, я бы хотел поговорить с Борисом Абрамовичем Березовским. Хорошо, жду. И там, там, по-моему, было еще go down, Moses, let my people go. Вот что-то подобное. Вот. И потом... Алло, Мишенька, это Борис Абрамович. Да, спасибо, что перезвонил. Спасибо. А так вот через полчаса можешь у меня быть? Я говорю, ну, Борис Абрамович, вряд ли через полчаса, но минут через сорок могу. Да, да, все, давай, и встретимся, поговорим, все, давай, жду, все, пока, пока. Вешу трубку, и я вижу, как эта женщина, внимательно следя за телефонным разговором, она застыла вот в таком вот состоянии, потому что она не успела присесть. Она сует руки под стол, достает каталог и говорит, молодой человек, у нас столько разных расцелетов, этих диванчиков. Это запомнил. Этого несчастного диванчика. У нас столько разных вариантов. просто имя, произнесенное вслух Березовского в этот момент работало вот таким вот образом. Я приехал к нему и... Это сразу Мишенька? Да, моментально, да, на ты, Мишенька, да, вот так, Мишенька, да. И, значит, ну, то есть, как я понимаю, он хорошо понимал, как бы, кто я такой и что я сделал. И его, то, что называется, пробрифовали. И он таким образом, он вот таким моментальным обрубанием каких-то формальных рамок, он очень располагал к себе. Всегда. Я видел неоднократно, как это происходило. И дальше мы с ним сели. Кабинет у него напоминал, по большому счету, большой коридор. То есть, он, этот дом, дом Лаговаза, тот самый дом, в котором на него устраивало покушение, взорвали машину, когда он выезжал как раз оттуда, из этих ворот, он был таким длинным коридором и посреди стоял тоже длинный стол и все время циркулировали люди. Заходили к нему, он там принимал. И причем, в приемных там можно было встретить кого угодно вообще. То, что, то есть, там, условно говоря, сидели, там, Андрей Васильев, или там, ну, все, да, все. Причем там, помимо того, что они дожидались аудиенции, там еще была тусовка, бар какой-то, у него там и ресторан, там все было в этом удобно, чтобы там жить и никуда не выходить оттуда. Вот. И я, значит, меня провели прям мимо этих великих мира сего. Это очень сильно поднимает самооценку. Вот. И я, значит, с ним быстро очень нашел общий язык. Вот. А потом сказал ему одну важную вещь, которую я готовился ему сказать. Я ему сказал, Борис Абрамович, я готов заниматься радио, но я не готов заниматься политикой. Я не хочу делать станции, которые будут использованы для политического влияния. Он так заинтересовался, ухмыльнулся и сказал, Миша, но вы же не можете мне сказать, что любая станция, любое средство массовой информации это все равно политика. Любая. Я говорю, нет. И мы начали с ним рубиться на эту тему. Долго мы спорили. Я доказывал, что есть, что да, это политика в том плане, что это влияние на молодежные умы, но это не формирование какой-то заданной политической программы. Конечно, в споре я понимал, зачем ему нужна, какая бы то ни была радиостанция, если у него в кармане канал ОРТ. В общем, в этот момент он был фактическим владельцем главного телеканала в стране. В общем, радиостанции плюс-минус не очень сильно влияли бы. Но, тем не менее, он заинтересованно, аргументированно мне доказывал, что все равно это или система либеральных ценностей, или система консервативных ценностей, но все равно это неизбежно политикой. Мы что-то, что-то будем передавать через этот набор музыкальный, который мы будем вести. В общем, короче говоря, мы вышли на ту точку, на которой я сказал, Борис Абрамович, давайте сделаем вот тогда так. Обещайте мне, пожалуйста, что вы никогда не будете давить на меня, как на человека, программирующего эту станцию, с какой бы то ни было политической аджендой, то есть каким-то политическим месседжем. Вот давайте на этом остановимся, что от вас этого не будет. Это хорошо, я вам сказал, я обещаю. И все. На этом мы расставили точки над «и», и в результате этого ни разу не происходило. То есть он ни разу не звонил мне с тем, что, послушай, вот у нас завтра готовится вот такая вот компания, ты бы не мог вот так вот, вот так и так это передать в эфире. Он звонил мне исключительно по музыке. Он звонил, слушай, вот это что за была, кто это, что за груб, мне очень понравилось. Он абсолютно влюбился, втрескался в земфиру, как только мы ее поставили. Самым его любимым, любимым саундтреком был «Брат 2». Мы по поводу «Брата 2» очень с ним много разговаривали, спорили, не соглашались и так далее. Но «Брат 2» для него был вообще очень важный фильм и очень важный саундтрек. и дальше после того, как все это произошло и он вынужден был уехать и дальше большую-то часть времени мы общались с ним на удаленке. И он, я ездил к нему годами и привозил к нему в Лондон группы музыкальные. К нему на день рождения, на день рождения его мамы, в качестве подарка к какой-нибудь его девушке. То есть, я перевозил туда весь цвет. Я не могу не спросить, кто ездил? Тут в этом никакого секрета нет. Ездили очень многие «Мумий Тролль», «Би-2», «Биллис Бэнд». Я, конечно, не возил к нему мэтров и патриархов русского рок-н-ролла, такое старшее поколение. Но вот все те группы, которые вынесли вот этой второй большой новой волной, связанной с нашим радио, я туда наперевозил. Это было очень красиво порой. То есть, например, он, будучи влюбленный абсолютно души нечаял в своей маме, которая была такой очень невысокой, такой вот прекрасной еврейской старушкой с маленькими пальчиками. И, значит, в старинном замке он устроил ей какое-то день рождения, где у Камина сидела она с Сезарией Эворой. И Сезария Эвора вставала босиком и кружилась по этому залу, исполняя ей она очень любилась Сезария Эвора, они дружили. Она исполняла ей песню, а потом Биллис Бенн с контрабасом у этого же самого Камина играл. Вот такие вечеринки происходили. И я только что был в Англии и поехал к нему на могилу. И нашел через трех моих бывших коллег и его партнеров нашел место на кладбище в графстве Эскот. А это же непросто, когда ты не знаешь, тут геотега никакого не поставишь. Тут нужно, нужно просто, чтобы человек тебе написал, дойдешь вот до этого места, повернешь по песчаной дорожке или там по Гравиевой налево и там за вторым дубом находится. И так, собственно, я нашел это очень скромная могила. Там нет никакой оградки. Все кресты на этом старинном кладбище железные, огромные, кельтские такие. Тут стоит два простых деревянных креста Борис Абрамович и его мама, которая пережила его только на три месяца, по-моему. Вот. И такие два холмика, собственно, и почему-то, по какой-то традиции они кладут на крест камушки. Еврейская традиция. Да? Ну, вот, видишь, ты мне объяснил. Я тоже положил камушек, не понимая, не отдавая себе отчет, что это еврейская традиция. Там лежат такие камушки и, в общем, у меня столько... А ты же, так как ты его очень хорошо знал, а ты веришь в историю самоубийства? Сам внутренне ты в это веришь? Я в это абсолютно верю. И причина заключается в следующем. он мне позвонил за две недели до этого. Я приезжал в Лондон на опять на какой-то свой концерт интересный и он мне позвонил и сказал Мишка, ты будешь в Лондоне давай увидимся? Я сказал Борис Абрамович, конечно, давайте все запланируем. И значит, мы я говорю, как я приеду, я в первый же день вам позвоню и мы выберем какой-то вечер, я к вам приеду. Все. И конечно, как обычно бывает, я приехал, позвонил ему, тишина. Я звонил ему все эти дни, пока я был там. тишина, дни зоны действия или там не брал трубку, я уж не помню. В общем, я не мог с ним связаться. И в конечном счете, в последний вечер, когда мы сидели и ужинали, уже вечером у нас самолет, он вдруг мне снова звонит. Я беру трубку, выхожу из ресторана, он говорит, слушай, ну приезжай, я говорю, я не могу приехать, потому что у меня несколько часов до самолета, я уже сел ужинать. И дальше он начал меня расспрашивать и рассказывать, что с ним происходит. И я реально 40 минут вот так вот ходил кругами по кварталу, разговаривая с ним, я никогда не слышал его настолько опустошенным и в такой жуткой депрессии. То есть он мне рассказал о том, что это клиническая депрессия, что у него поставлен диагноз, что он уже консультировался, лежал в Израиле с врачами, и они не могут ему помочь, что здесь у него он принимает эти препараты, они становятся только хуже, но ничего не выходит. Но его сжирала абсолютно ностальгия. Он в какой-то момент вдруг, он же жил надеждой, что он все равно когда-нибудь вернется. И вот этот процесс, который он проиграл Абрамовичу, он его убил не в плане денег, он его убил психологически, потому что он вдруг именно в этот момент осознал, что все, пиздец, он никогда больше не будет на родине. И вот это осознание, оно его прямо расплющило. То есть, он мне, он меня спрашивал, послушай, ты же там патриарша, вот помнишь этот ресторанчик, там он еще есть или нет? А вот как все уехали уже или есть еще какие-то люди? То есть, он задавал какие-то вот такие вот простые вопросы, которые могли ему каким-то образом либо подтвердить его ощущения, либо их опровергнуть. я ему говорил, пари Супанович, нет, не все, там дофига наших с вами общих знакомых, интересных людей. Жизнь идет, места открываются, там, и это, в общем, все, то есть, с одной стороны, это его радовало, с другой стороны, его все больше и больше огорчало. И, в общем, короче, он, я, это было, знаешь, такое ощущение, как воздух выпустили вообще из человека. То есть, это было такое спущенная тряпочка. И это было, это я слышал, в таком состоянии человека, вокруг которого всегда кипела энергия, вокруг него невозможно было просто стоять в стороне. Ураганы вот такие вот возникали. И я единственный раз в жизни говорил с ним в таком состоянии. И поэтому, когда эта новость пришла, она пришла, когда я был в эфире на дожде, и мне Зыгарь позвонил в ухо и сказал, похоже, Березовский умер. Тебе надо будет сейчас после передачи переодеться, потому что никого больше на канале нет, выйти в новостях и это все сказать. Я, он говорит, только сейчас мы из двух источников еще проверим, что это так. В общем, я сел, сказал, в возрасте 67 лет там скончался Борис Абрамович Березовский. Об этом сообщил в своем блоге его зять Егор Шупе, и мы получили подтверждение этой новости. Прочитал Суфлера новость, сказал несколько слов от себя, вот, и потом вышел на лестничную площадку и просто зарыдал вообще. Это было для меня жуткой новостью, ничего плохого в своей жизни я от этого человека не получил. Он для меня очень многое значил. И я ему, конечно, на всю жизнь буду благодарен за ту новую жизнь, которую он мне дал, и то, что он мне позволил осуществить. И, конечно, это субъективный взгляд, искаженный, искривленный, вот, и я другого не имею. Сколько бы меня не убеждали, что он абсолютно зло, для меня это точно не зло. Кто придумал название «Наше радио»? значит, если говорить упрощенно, я, но это произошло, когда мы тестировали концепции новой радиостанции, а их было три. Значит, одна концепция была это самые лучшие золотые хиты из серии, ну, такой вот, неубиваемый формат, вечные, там, Stingy, Эра Смиты, Элтон Джоны, Guns N' Roses, мягкие, не оскорбляющие слух, вот такие вот прекрасные... Или до радио. Это, ты знаешь, это формат middle of the road, его очень много. Понятно. Вот. Но в ту пору была ниша, семерка была, только разве что, хотя семерка была очень мягкая, а мы хотели все-таки чуть-чуть пободрее, да, фузовых гитар туда добавить. Вторая концепция была, это прямо вот мой фаворит был в тот момент, это была концепция K-Rock в Лос-Анджелесе станция, которая, главная роковая станция, которая запустила гранж, где выстрелила нирвана, это значит Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, там Beastie Boys, вот эти самые Alice in Chains, ну, то есть, прямо вау, вот такая вот. И третья станция была, вот как бы, как я ее изначально для себя формулировал, как бы единственная станция на рынке, которая играет русскую музыку, это русское радио. Удовлетворяет ли русское радио всех любителей русской музыки? Нет. Где послушать все, что осталось от русского радио и не вошло туда? Вот же, очевидно, есть целый пласт. Значит, соответственно, это была станция русскоязычных песен. И мы делали большой тест. Я надеялся на то, что выстрелит вот этот кей-рок, а выстрелила абсолютно очевидно наша. А в этот тест входили еще и фокус-группы. У нас было такое упражнение, значит, вот мы высыпали, ты знаешь, как проводятся фокус-группы, типа человек 10 потенциальной аудитории сидят за столом, модератор, никто не знает, кто проводит тест. Значит, и, соответственно, модератор говорит, ну, вот скажите, а как бы по-вашему там звучала эта станция? Мы вываливали на стол гигантское количество карточек, на каждой карточке было написано название группы и просили, вот скажите, пожалуйста, можно ли распределить это на три кучки? Давайте сюда отойдет то, что там никогда не должно звучать, сюда отойдет то, что должно быть в ядре, в центре обязательно, что вы хотели на этой станции слышать, а в середине пусть останется то, что немного нормально, вот, и все группы распределили примерно одинаково, то есть вся попса отходила сюда, здесь были, не так, кстати, много групп, потому что там, ну, как бы, нашего радио еще не было, поэтому это были только те, кто выстрелили уже на максимум, например, там, типа, мумитра-ля, например, или группу сплин, а вот здесь были, был всегда один и тот же набор, это то, что называется форматообразующие группы, это было Чаев, машина времени, ДДТ и Любе, при этом никто не делал никакого, никто не понимал разницы между прекрасным продюсерским проектом Игоря Матфиенко и настоящими рукодрольными группами, вот, они всегда попадали в одну и ту же категорию, и мы тестировали несколько названий, среди которых не было названия наше радио, у меня было название, а, мы же выходили на волне станции Престиж, то есть мы убили джазовую станцию Престиж, вот, что мне первые годы вообще никто не мог простить, почему мы убили хорошую станцию, я могильщиком джаза выступил, хотя этот джаз загибался, не зарабатывал денег, жил впроголодь, никто туда не давал никакой рекламы, потому что аудитория была крохотная, но из этой крохотной аудитории были такие фанатичные любители джаза, что они быстро предали меня анафеме в первый момент, вот, и я думал, что может быть, мы как-то можем сохранить название Престиж, и, например, сделать русский Престиж, вот эту новую станцию назвать русский Престиж, на одной из фокус-групп, когда мы тестировали это название, какая-то женщина сказала, ну, как-то это уродливо звучит, знаете, это как сельский Мерседес, все, название русский Престиж, на этом закончилось, но и потом, когда мы анализировали, какое слово эти люди повторяют чаще всего, мы вдруг понятно стало, они же говорят, ну, это же наша музыка, наша, так давайте назовем станцию наше радио, и слоган сделаем, наша музыка, наше радио, вот так оно и пришло во время этих фокус-групп. Кто придумал эту гениальную рекламу с Нонной Гришаевой? Доброе утро, уважаемые! Зажигаем! Наша музыка, наша радио сделана в России. Достаточно. я. Это сделал я. Я был в нее влюблен, она играла в квартетовских спектаклях, я не помню, это еще не было, еще не было дня радио, нет, меня с ними познакомили квартетовцы, с которыми мы уже дружили тогда, вот, и было очевидно, что она просто выдающаяся комедийная актриса. И мы, я в какой-то момент вместе со своими ребятами думал, что же можно сделать, и мне всегда доставляло удовольствие, когда совмещение фонограммы одного голоса с изображением другого лица, вот, когда, как бы, чужая речь вкладывается, это всегда происходит очень смешное впечатление, или наоборот, вот такое, я очень люблю вот эти вот штуки, и таким образом Нонна оказалась, ну, просто фантастически пластичной и гибкой, вот, и этот ролик выстрелил, она очень долго была мне благодарна за то, что это было, это был для нее какой-то прям всплеск популярности, уже потом возник спектакль День радио, уже потом она стала прямо иконой, попала в большую разницу, сейчас одна из самых востребованных артисток, но первым этим взрывом был вот этот вот рекламный ролик. Хорошо, что ты его вспомнил. У тебя был абсолютный карт-бланш, на первом этапе существования, вообще, в принципе, в твой момент работы на радио? Да. Скажи, это, ну, то есть, это было прекрасно, это были прекрасные условия для творчества. Скажи, пожалуйста, возвращаясь вот сейчас назад, вот, если я тебя попрошу назвать топ, долго, три диджея нашего радио, три лучших диджея за весь твой период работы там. обижу сейчас. Давай, нет, два не войдут, в смысле, там, три не войдут, ну, три, назови. Так, ну, значит, наверное, Е на первом месте я назову пару Оля Максимова Коля Баклауд. Они вели утренний эфир. Утренний эфир, да. Очень крутые. Я в первые годы воспринимал это как просто фейерверк абсолютно вообще. К сожалению, долго так протянуть очень сложно. Нужна прямо мощная креативная команда. Это порой люди не отдают себе отчет, какой экипаж есть у любого комедийного шоу. Да, то есть мы же видим только Ваню Урганта. А там просто ну прямо мощнейшее. Я очень всю жизнь влюблен в шоу Saturday Night Life. Это главное комедийное шоу Америки, которое выходит уже больше 30 лет, по-моему, по субботам вечером. И там все время разные комики. Каждый год они набирают экипаж. И я прямо заинтересовался этим и прочитал вот такую огромную книгу про то, как они это делают. И был потрясен, какое количество писателей, авторов, редакторов, монтажеров, все это. И я понимал, что нужно, а таких ресурсов, к сожалению, на радиостанции у меня не было. Там были продюсеры, была какая-то команда, то есть очень на долгую дистанцию очень тяжело выдерживать такой уровень юмора. Есть твой период работы там, это утреннее шоу существовало? Да. А сейчас они чему занимаются? Оля работает на какой-то российской станции, а след Коли Маклауда утерялся, затерялся, я не знаю. Окей, что с ним? Второй. Макс Любимов, прекрасный, выдающийся, абсолютно ведущий, превосходный, с очень характерным голосом, это немаловажно для радио, и таким клевым очень таким чувством юмора. Макс не стал работать больше на радио, он ушел в разные бизнесы, главное его хобби, он прыгает с парашютом, вот, вот чем он занимается больше всего. И третьим, сейчас, у меня был горячо любимый мной проект, который мы, к сожалению, вынуждены были быстро закрыть, это Клиника 22, это попытка сделать на музыкальной радиостанции вечернее разговорное шоу, и конечно, там был абсолютно, мне кажется, невероятный тандем между, это было Юрий Близорукий и Заика Панишкин, значит, Панишкин позволил мне официально окрестить его в эфире с Заикой, понятно, что Валера немного заикается, что абсолютно, на мой взгляд, было безвредно для его эфира, поскольку там как бы душа космическая, интеллект отличный, и Юра, который согласился быть близоруким, это Юра Сопрыкин, Сопрыкин, да, который, просто, как сейчас, один из самых мощных публицистов вообще на территории России, но там очень интересный момент был, дело в том, что, по моему замыслу, их нужно было по позициям, даже если они совпадают в оценке того или иного явления, развести, то есть, один из них был, должен был быть немного консерватор, а другой немного либерал, и при этом на радио любая фальшь моментально раскусывается, радио это такая вещь, как казалось бы, ты не видишь человека, но как только он лажает или как только он врет, это сразу моментально считывается аудиторией, и поэтому они не могли врать, они могли только докручивать немного свои позиции, и, к моему удивлению, Юра согласился быть консерватором, хотя сейчас я бы сказал, что наоборот, да, Валера точно не консерватор, Валера, по образу жизни, по образу жизни, наверное, да, картошку сажать, да, да, в глушь, в деревню, но при этом это у них очень хорошо получалось, а почему закрылась программа? Дело в том, что мы, к сожалению, для того, чтобы выдерживать деньги, зарабатывать, нам нужно было все время проводить рейтинги, мерить это, и этот сегмент, который у нас стал разговорным, провалился, то есть, как выяснилось, даже в начале, да, после соцопросов никому не хочется слушать разговоры, когда все привыкли к музыке, радио же это как бы такая штука, это дело привычки. А ты как менеджер не мог себе этого позволить, пускай даже там в ущерб деньгам, но оставить. Оглядываясь назад, я жалею о том, что я закрыл эту программу, но она появилась, по-моему, на второй, что ли, год существования станции, и надо сказать, что мои условия договоренности с владельцами были такими. Я им говорил, начинается новый год, значит, они говорили, скажи нам, сколько мы заработаем и сколько будет рейтинг. Я им говорил, хорошо, за этот год я беру на себя обязательства, что мы выйдем вот на такую-то цифру по рейтингам и, соответственно, вот на такую, не меньше такой цифры по деньгам. Они говорили, хорошо, я говорю, ну, мы с вами заканчиваем этот разговор на год, встретимся через год. И так и было. Мы встречались, и цифры были теми, которые я обещал. Но это же внешне так красиво, а внутренне, это было, это было, ну, просто чудовищное, постоянное, изнурительное паранойя по поводу того, зарабатываем мы или не зарабатываем, сделаем мы эти цифры или нет. Это постоянные встречи с отделом продаж и вытаскивание из них бюджетов, встречи с клиентами никто не хочет. Все говорят, все отворачиваются, говорят, ну, блин, ребят, ну, это какой-то говнорог. Мы не хотим ассоциироваться вот с этим, убеждать их, объяснять, что это просветительское дело, это выдающаяся рок-поэзия. Вот это все. И, в общем, короче, ты существуешь под прессом того, что тебе надо выполнить обязательства, взятые на себя. То есть, конечно, я бы с большим удовольствием это все сбросил и занимался исключительно творчеством и исключительно музыкой. Мне всегда доставляло гораздо больше удовольствия общаться с артистами и выстраивать вот эту музыкальную мозаику в эфире, чем ездить по каким-нибудь условным фильмам, Симмонсам Миросим. С одной стороны слушателя и зрителя, потому что с моей стороны, наше радио всегда выглядело как сверхуспешная радиостанция. По крайней мере, такое впечатление складывалось. Ты помнишь, год самый успешный для радиостанции? Сколько вы на пике заработали за год? Ой, я цифры тебе точно сейчас не скажу. Ну, год, хорошо. Самый успешный год. Мы в первый же год, мы, по-моему, закончили его на шестом месте из московской станции, а тогда их было 20, это сейчас их там типа 45. Во второй год в какой-то момент мы вошли в тройку. В тройку? Да. То есть это было... Русское радио. Это было русское радио, Европа плюс, и мы. И дальше нас снова отогнало авторадио. Но, но, из 20 форматов быть вот там вот в пятерке, это было прям реально дико круто. То есть мы ходили счастливы. Вообще, самое главное, что стало очевидно, что для меня-то еще восторг был связан с тем, что как только мы открыли этот формат, на меня тут же обрушилось огромное количество новых групп. То есть люди не знали, куда принести свою музыку, потому что куда ее нести? Туда точно не имеет смысла, туда тоже не возьмут. А тут вдруг станция, которая открыто декларирует, мы берем новую музыку, мы запускаем. Все молодые группы пошли к проходной нашего радио оставлять диски, для того, чтобы они попали в руки Миши Козыреву. И может быть, будет счастливый случай. И я справлялся с этим, когда нужно было 10 дисков в неделю, потом стало 100 дисков в неделю. Но когда их количество перевалило за сотню, я понял, что я один с этим физически не справлюсь. И я дальше, я придумал схему, по которой я понимал, кому доверять в отношении чувства того, что должно быть в эфире, и музыкального вкуса. И у меня был музыкальный директор станции Филипп Галкин. И несколько диджеев, которые в этом с удовольствием принимали участие. И креативный отдел, который придумывал все фишки и разрабатывал, им руководил Андрей Клюкин, который сейчас делает фестиваль «Дикая мята». Это тоже мой соратник из этой самой первой команды. Боря туда входил, потому что Боря был заведующим Барабанов. Да, Барабанов, служба информации. То есть команда там была нехилая. Там Барабанов, Клюкин, тот же Макс Любимов, мощные такие вот ребята. И мы делали, я раздавал по 10 дисков, типа на выходные. И у нас была такая система, что годится, ставь три звездочки. Вот все диски, как правило, у каждого это было два-три диска, которые с тремя звездочками. Они выносились на некий наш внутренний худсовет, который проходил по четвергам. Мы закрывались в комнате, ставили мощный звук, и каждый представлял по две пластинки, которые... То есть это его собственный выбор, а соответственно, решения принимались уже коллегиально, ну или если мы заходили в тупик, то я уже авторитарно эти решения принимал. И вот так мы годами отслушивали огромное количество музыки. И надо сказать, что... В общем, я горжусь тем количеством групп, которым мы подарили многосрочную... Вот топ-3 группы, которые узнала страна благодаря тому, что эти диски попали на проходную наше радио, а потом попали на ваш внутренний худсовет, попали в эфир. Три. Сейчас, для тебя, спустя время. Ой, ну это прямо очень обидно для очень многих будет. Не важно. Так, ну, я думаю, что я назову такую тройку. Океан Эльзы. Вот так попали? Да, они принесли песни и показали на ВХСке клип «Тики там де нас нема», который первым появился на MTV и одновременно мы запустили эту песню в эфире. «Тики там де нас нема», где он выползает из холодильника. Океан Эльзы. Там, там, там. «Тики там де нас нема». Значит, «Ночные снайперы» и «Зимфира». Тоже так попали? «Ночные снайперы» попали так. Мне о них рассказали несколько человек из Питера, что есть такой прекрасный дуэт. Девочка на скрипке и девочка с гитарой. И смотри, они уже там по клубам собирают и так далее. «31-я весна». Нет, еще не было этого. Значит, какую-то первую пластинку, а я слушаю ее, я понимаю, что это очень талантливо, но по звучанию вот эта акустическая вещь, там же нет ничего, никакой электрики, никаких барабанов. Это просто вот реально такая полубардовская песня со скрипкой, вот такой аранжировки. Я первый альбом слушаю, говорю, ребят, надо записывать нормальное, ну, какое-то электричество надо сделать, чтобы это просто, вы послушайте, что у нас в эфире идет, это прямо очень сильно будет выламываться. Потом второй диск уже приносит мне Света Лосева, такая питерский фотограф, которая взялась, директор. Значит, я тоже самое говорю, Света, тут нет, тут песни даже есть, но нужно записать электричество нормально, соберите группу, и потом она мне приносит первый альбом «Рубеж», и там «31 весна». «Рубеж», я говорю, дорогая моя, ставлю и прям вот это такой старт, как Илон Маск или Гагарин, сразу в космос, моментально. Это такой случай, когда ты, это такое счастье, когда ты правильно угадал песню, и эта песня моментально выстреливает, и ты понимаешь, все. Ну, ты знаешь, по драйву, вот я сейчас так, мои ощущения, ведь ничего не переплюнуло потом эту вещь. Нет, не право. под драйвами. Нет, нет, у нее и у Света, ну, они вообще очень разные, Света, короче, Диана, это на разрыв вообще всегда, она по-прежнему такая, она не изменилась вообще, она физически испытывает наибольшее удовольствие в своей жизни, когда она находится на сцене и когда она душераздирающе поет, она, в ней вот это вот абсолютное рок-н-ролльное отчаяние, наотмашь все делать, это вот в ней самая типичная Света, более спокойная, лирическая, нежная какая-то, хотя и та, и другая могут быть нежные, так, то есть, если я тебе сейчас там достану и покажу список песен ночных снайперов, ты, я думаю, что десяток найдешь вещей, которые... Не, хитов-то там много, но с точки зрения драйва, мне кажется, 31-я весна в этом был, конечно, какой-то разрыв ау-орта. Ну, короче, ну, ладно, это, я горжусь этим, как моментом Океан Эльзы, ночные снайперы, Земфира. А Земфиру что, тоже диск принесли на проходную? Земфира, это, 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 это многоступенчатая история. Скажем. Значит, Земфира, Земфира мне первый раз показал мой друг Дима Гройсман, продюсер группы Чайф, и мой соратник много лет, он работал у нас на станции в отделе спецпроектов, мы с ним вместе делали нашествия, все чертовы дюжины, короче говоря, мы до сих пор в хороших отношениях. А сейчас на чем занимается? Он занимается группой Чайф. По-прежнему? По-прежнему, да, и у него в течение всех этих десятилетий были несколько других музыкальных коллективов, одними он просто директорствовал, другие он попытался запустить с нуля, это была такая певица Мара, которая... Ну я помню название, но ни одной песни, ну ты можешь оттуда, главный хит, который у вас назначил? Холодным мужчинам Горячие женщины все по-прежнему. да, значит, Мара, сейчас у него проект, сейчас у него девушка Гильза, в общем, это все окей, хорошо, не буду говорить ничего плохого, но Дима, надо отдать ему должное, это пример удивительно гармоничного альянса продюсера и группы в отношении Чайфов, то есть в общем, я могу сказать, что помимо всех изначальных талантов, Чайф никогда бы не достиг такого уровня успеха, если бы не Дима. Дима служил точным лоцманом, ощущением, что правильно запускать, что правильно снимать и так далее. Значит, короче, Дима был большим авторитетом, ему попала запись Земфиру. Да, он ее сначала мне принес и там были песни под гитару, там были первые такие нефинальные аранжировки нескольких песен. Каких? Я боюсь, что я уже не вспомню. Ну, первый альбом. Да, они все вошли в первый альбом. Вот, и до сих пор Дима пеняет мне, что я не пришел в дикий восторг, не сказал, да это же бриллиант, это же гений, бери ее. Я ему сказал, слушай, я не очень могу понять, что из этого выйдет. Это все зависит от того, как это аранжировать. На меня это не произвело такого мощного прям убийственного впечатления. Оно него произвело? Нет, тоже. Он тоже колебался. Ты знаешь, она человек, который изначально был абсолютно уверен в том, что ее ждет успех. Для многих артистов абсолютно такое непреклонное внутренняя убежденность. Другое дело, что у очень немногих она совпадает с действительностью. Но я от нескольких больших... То есть еще не было ничего, ни первого альбома, ни клипов, ничего. Она просто знала, что она гений. Так, и дальше что происходило? Дальше их пути пересеклись с Леней Бурлаковым. Леня Бурлаков это продюсер группы Мумий Тролль. И Леня Бурлаков в это поверил. И показал это Логутенко. И Логутенко тоже в это поверил. И дальше они записались. Помогал в записи им, насколько я помню, Илья. И уже принесли первый альбом. На первый альбом был снят первый клип Лене Бурлаковым. Ужасный. Который «Кораблим моей гавани»? Нет, нет. Я не помню на какой песне он был снят очень плохо. В общем, это была прям какая-то поделка. Она запретила его выпускать. Но дальше, когда принесли пластинку, стало понятно, что это реально будет бомба. А в этот момент мы были в каком альянсе? Было наше радио, которым руководил я. Была компания Реал Рекордс, которая руководила Алена Михайлова, на которой мы собирались выпускать отечественные группы, которые выстреливают у нас в эфире. Первым альбомом, кстати, Реал Рекордс был альбом Шевчука и ДДТ мир номер ноль. То есть мы начали прямо с очень высокой планки. И на минуточку был малоизвестный медиа-деятель Константин Эрнст, который руководил каналом ОРТ, с которым мы регулярно встречались. Я ему показывал какие-то вещи, которые у нас по музыке возникают, и он с земфира его прямо сразило сразу. И мы поняли, что это тот случай, который надо прямо объединить усилия и сделать все, чтобы это прямо мощно бомбануло. Ну и вот дальше я помню, что мы прямо встречались по поводу того, как это делать. Земфира любила скромно сказать про свою пластинку не корову продают, подчеркивая ценность того материала, который она делала. С ней невозможно было искать какие бы то ни было компромиссы. она все равно делала то, что она считает нужным. Но мы выстроили порядок песен, которые должны выходить, как они должны выходить, выстроили некую медиа стратегию, как это показывать и какие клипы снимать. у меня к тебе вопрос. А с какой песни Земфира зазвучала на радио? На радио? Нет, вообще с какой песни она бомбанула. Так, три варианта у меня будут. Аривидерчи. Я просто четко помню, я учился в Суворовском училище в этот момент, на втором или третьем курсе, такой 98 или 99 год. Я помню, что это из каждого приемника было. Спид или ромашки? Спид. Спид? Да. У тебя спид, значит, мы умрем. я на этом настоял сам. Я настоял на песне спид, потому что я думал, это должен был быть эффект абсолютного шока. На уровне того, что о таких вещах вообще нельзя петь. я помню еще, что Леня Барлаков этот момент всячески подчеркивал, что это вполне может быть автобиографическая песня, что было абсолютной хуйей. Слава тебе, Господи. Но ему казалось, что это большую интригу вокруг этого всего создать. Те первые годы работы с Земфирой, они, конечно, были совершенно упоительными, потому что ты никогда не знал, что произойдет и с чем она тебе позвонит в очередной раз. Причем она, я знаю два такого уровня перфекциониста среди артистов в нашей стране. Она и Шевчук. Вот да простят меня они оба, если ты делаешь, имеешь отношение к какому-то событию, связанному с этой группой, выступлению на фестивале, сольному концерту, выходу альбома, твой мозг будет уничтожен и выжжен без остатка. Потому что как Юрий Юлианович никогда вообще ничем не доволен. Так Земфира по традиции первые годы без драки со звукорежиссером саундчек не делала. Она реально дерется. Она же баскетболистка. Ну она занималась из районов кварталов города Уфы. Она дралась со звукорежиссерами. Я помню, что когда вышел второй альбом, ты должен себе понимать, что в тот момент носители физические это гигантские тиражи, это огромный доход для компании. Ее выпускал тоже Алена Реал значит дальше происходит следующее. Земфира утром идет в палатку, покупает кассету, ставит кассету и слышит, что запись-то плохая, что там срезаны звонкие звуки, что там не очень хорошо слышно, как она поет. Кассету в пленочке, то есть фирменную. Аудиокассету фирменную в пленочке. Значит она приходит в состояние просто такой плохо контролируемой истерики. Она звонит Реалу значит и требует остановить производство. А там станки работают, печатают это все. Там диски, миллионы уходят. И она абсолютно говорит жестко немедленно прекращайте и станки останавливаются. Альбом прекращается больше не тиражируется. Мне звонит Алена Михаила глава рекордс говорит Миша помоги сделай что-нибудь я ничего не могу я не понимаю что она купила. Я говорю сейчас подожди я звоню земфире земфире земфира говорит ты понимаешь до какой степени они охуели я не могу понять я сделала свою работу я все до копейки туда вложила я часами сутками не вылезала из студии я вытачивала каждый звук они не могут напечатать нормальное качество кассеты почему я должна почему я выгляжу как третий сортный музыкант тихо подожди давай послушаем вместе может я ничего не услышу она приезжает я сажусь к ней в машину она заряжает эту кассету я не очень могу понять разницу потому что в тот момент она не может одну поставить другую вот оригинал а вот что в результате но действительно прислушавшись сказать что у нее абсолютный слух на уровне абсолютно любительском я как бы я понимаю что там явно что-то не так но что не так не очень понимаю я говорю ты можешь ну пусть давай сейчас они зарядят они проверят короче мы запускаем то есть не мы а реал рекорд запускает проверку и выясняет что где-то на каком-то казанском заводе одна из тиражировавших машин смещена и копирует действительно без высоких и ей попалась киоски именно эта кассета именно с этой машины все эту машину выключают все остальные тиражируют нормально но сутки или по-моему полтора дня на это было потеряно остановила все заводы по тиражированию своего второго это просто я привожу тебе как пример уровня перфекционизма и болезненного переживания за то что она делает назови мне ну можешь три можешь меньше можешь больше групп которых о которых ты жалеешь что в свое время ты им отказал в нашем радио ага вопрос задан со скрытым подтекстом я не подбираюсь гражданской обороне кроме гражданской обороны это хороший вопрос потому что на него сложно ответить я очень хорошо помню как ты знаешь каждая их немного таких историй но каждая из этих историй имеет хэппи-энд потому что я отказал группе она доказала что она состоятельна либо на клипах либо на других радиостанциях я ее неизбежно взял в эфир яркий пример тому группа танцы минус я не взял песню какая-то была первая город участка город мечта эту я взял а по-моему 10 капель дождя ну там какая-то ужасно слезливо сопливая первая песня была которая пришла и я сказал не-не-не это чересчур попсовая не стоит а потом когда пришла вторая или третья песня в общем короче мы взяли и она стала востребованной у нас у нас в эфире другой яркий пример это превосходная питерская группа полюса которая ну я помню такое дело врубайся страна это поэзия я ее услышал на волне радио максимум будучи на нашем радио я ворвался к филиппу и говорю как мы могли это пропустить это же офигеть вообще какая песня она ему не зашла она в общем оказалась в корзине то есть они ее присылали и оказалась в корзине мы потом ее поставили и еще сделали в этот же не голубой огонек который мы записывали два года подряд передачу для РЕН-ТВ мы поставили и объединили их с дуэтом Тату да это получился замечательный номер ну вот надо подумать еще кого я жалею что я не играл видишь до эпохи рэпа я не дожил на нашем радио я уже ушел но ты знаешь что меня что меня в очередной раз недавно поразило буквально на прошлой неделе ночью ехал издалека и включил наше радио вообще я делаю это очень редко я вот так всегда болезненно расстаюсь со своими детищами что потом годами в общем просто не включаю эту станцию не могу слушать потом постепенно это каким-то образом боль утихает я уже спокойно к этому отношусь так вот я послушал я слушал час 2019 год из 10 песен 8 поставил я в начале нулевых 8 песен было те которые я еще отбирал и я поставил в эфир там было только две песни и то тех групп которые появились в середине нулевых то есть это реально вот загипсованный какой-то призрак который в тумане движется вот в этом пространстве и дрейфует как какой-то корабль вот который как бы жизнь ушла все изменилось климатические зоны урбанистические проекты там музыкальные стили а этот корабль еще вот так вот движется и причина же понятна просто эта аудитория которая влюбилась в тот самый формат много лет назад она собственно говоря на этом корабле и движется к своей собственной старости и если вдруг мимо проплывают какие-то яркие страны или интересные острова или какие-то необычные города то они в эти гавани не заходят не двигаются дальше то есть мне конечно легко говорить поскольку я не несу ту самую ответственность за этот формат как я нес раньше но мне кажется что они пропустили столько всего интересного и так можно было бы это с наименьшими потерями вставить в эфир ну не хочешь ты у любителей рока вызывать раздражение там хип-хопом ну сделай ты отдельную программу в ночи где будешь постепенно приучать и она даст тебе ориентир что о блин а группа 25-17 это вовсе не рэп и вовсе не рок это как раз там где и те и другие могут это воспринять и ты выдаешь мощную песню в эфир сейчас они правда уже ее играют но как можно квалифицировать дельфина что это рак это или рэп или хип-хоп или мелодиколомация или просто там чтение стихов под музыку но это же мы же играли его с самого начала тоже вот то есть я вообще в начале в принципе был против слова рок это уже к сожалению Юра Сопрыкин вспоминал что в первые годы на нашем радио звучала дискотека авария был такой она звучала когда мы делали неголубой огонь поскольку они записали трек вместе с Олегом меньше в эфире не звучали гости из будущего звучали а Гутин звучал да то есть там группа Омега звучала Лена Перова когда ушла слушай какой потрясающий дуэт сразу вспомню просто к слову в неголубом огоньке Лена Перова и группа мультфильма я его люблю тоже смерть побеждающего из фильма вам и не снилась потрясающая это любовь моя а там какое превосходное ну там Боярский и Торбана Круче и никуда никуда нам не деться от этого вот там надо сказать что Боярский согласился на этом при этом мы с Питерганом ломали голову как вообще он сумел на это решиться потому что ну как бы номер же построен так что то вот этот же вечный заунывный мотив он же нас и уничтожает поэтому сначала он в окружении каких-то детей поет оригинальную песню а потом вдруг возникает Торбана Круче которая вращается и исполняет в стиле группы и Мьюз просто отчаянно истерически кричит и никуда никуда нам не деться от этого и падают и в конце заканчивают уже просто лежа умирая и включается Боярский и никуда никуда это все продолжается это прямо драматургически мне кажется очень там у меня очень много любимых вещей это надо сказать что проект которым я горжусь очень крутой очень а как ты работала с Меньшиковым на новогоднем проекте одна ночь с Олегом Меньшиковым или первая ночь как это называется первая ночь первая ночь надо сказать что это была встреча которая наверное вошла в мою память тем что мы выскочили на Пушкинскую площадь с Гройсманом поглядели друг на друга и сделали так yes потому что Меньшиков сказал да мы абсолютно были уверены в том что он отказывает вообще всем он никогда не вел ничего по телевидению это для него абсолютно точно не находится в числе приоритет ну как великий артист зачем но мы с Димой пришли к нему мы ему рассказали о самое главное что мы ему перечислили идеи номеров и показали некоторые номера из Неголубого Огонька который у нас уже был в запасе и его это вдохновило и он сказал ну давайте попробуем мы такие блядь не может быть не может быть не может быть блядь не может быть выскочили да все и ну конечно это восхитительное совершенно период был потому что значит мы договорились с ним что мы все номера мы заверяем с ним то есть что мы ни разу не ставим его в такую ситуацию что он вынужден будет объявлять номер в который он например не верит или который ему не нравится и абсолютно точно выполнили это условие но во вторых он тут же присоединился и начал набрасывать тоже какие-то вещи и предлагать придумывать он несколько еще нескольких недель он вечерами приезжал к нам на наше радио за фортепьяно и репетировал с артистами в какой-то момент он он значит сказал вот слушайте вот такая вот есть вещи а он же великолепно играет ну вступление первый номер это он и моральный кодекс это потрясающий драйв я признаться совершил глупость несусветную ей налево мне направо ну и до свидания вот это он говорит слушайте мне прям так нравится это надо как-то вот соединить а то у нас до съемок реально два дня что ли осталось ему эта идея пришла и значит я думаю мы с Максом мы все с Виторганом придумывали надо же что-то вообще полярное такое ну вот есть меньшиков вот им нужно каких-то бандитов к нему что ли каких-то хулиганов и нам пришла в голову дискотека-авария и я отослал ребятам говорю вот смотрите вот это вот дема а как бы может быть что-то вы и они моментально за одну ночь предлагают вот это вот новый год к нам мчится скоро все случится старый год кончается все уже случается и они совместили вот эту вещь с меньшиковым и написали еще очень смешной текст прям такой стебалово над самим меньшиковым как же так произошло все что же ты олег ну что же ты олег что это за женщина сказала тебе нет так что это за бред ну что она за человек хорошо ну допустим тебя кто-то киданул да ну и ну зачем об этом пить на всю страну да лучше будто ему это настолько было приятно что он сам начал генерировать нам выбрасывать какие-то идеи ну и конечно наблюдать за тем как он работал мы все снимали в общей сложности у нас было 4 съемочных дня в одной из студий НТВ там же с залом с массовкой со всеми селебритис и потом еще заряжать там по 6 по 10 номеров в день причем половина даже больше половины была вживую не под фонограмм вот и он конечно безукоризненно профессионально абсолютно не предъявляя никаких претензий работал на износ надо сюда надо еще мы записывали со стедикамом его подводки к номерам он должен был быть в кадре когда там уже сразу встык начинается номер столько сколько нужно все единственное что я запомнил тогда и тогда еще не понимал насколько это важно он говорил я вот ребят вот больше этого я не могу потому что у меня лицо начинает уставать и я тогда думаю что значит лицо начинает уставать как это такое прошло несколько лет я понял почему почему он это говорил потому что реально когда ты целый день находишься в гриме под софитами в кадре то у тебя вот и мешки начинают плыть и все то есть у тебя на лице проступает да возраст и усталость и он это очень четко уже знал поэтому он давал нам ограничения до определенного момента потому что все больше он не может ты знаешь еще какой диссонанс сейчас происходит вот я сейчас мы с тобой вспомнили это не голубой огонек по-моему все-таки там она песня ветер перемен ты помнишь кто ее поет да ее поет Чечерина я Миша простите меня уважаемые зрители я просто уйдил от того что время ветер перемен что он с людьми вообще вытворяет ну это боль моя но где бы я просто хочу сказать что где бы была певица Чечерина если бы не Миша Козырев в свое время я думаю что она она безусловно была бы популярной в тот момент конечно но как говорил мой любимый артист главный артист моей жизни Бона из группы ЮТУ когда мы играли в школе все что нам нужно было чтобы нам дали шанс я видел всегда задачу свою в том чтобы если я чувствую какие-то проблески таланта чтобы дать людям шанс то есть я им даю платформу эфир запускаю а дальше уже ребят сами как получится но в некоторых случаях это было не просто я отдаю ротацию или там эфир для песни это было еще Тулула Тулула да первая была да и нет первая от тебя до меня 40 тысяч километров первая песня была потом уже была Тулула клип на которую снимал как ты думаешь кто? Тимур Бекмамбетов да ты что вот с этой невестой куколкой на капоте но в случае с Юлей это не просто эфир это контракт на выпуск альбома с Real Records это включение песни в саундтреки фильмов это называется биография Миша понимаешь? это не скромно я не могу тебе сейчас кивнуть и сказать да но это я называю так это это ускоритель реакции это фермент то есть я в данном случае просто ускорил реакцию то есть это наверное бы произошло может быть в меньшем масштабе может быть за дольшее время но должно было произойти потому что ну как бы какая-то искра там же была все равно к сожалению на мой взгляд она безнадежно погасла много лет назад это тоже крайне тяжело артисту признать некоторым дается талант который позволяет всю жизнь писать песни а некоторым дается так что он выпустил например один блестящий альбом а больше не пишется это для меня например представлять что это происходит с артистом это самое страшное то есть ты садишься перед тобой лист бумаги у тебя в руках инструмент и ты ничего не можешь из себя выдать у тебя нет у тебя пережгло там какие-то провода и они больше не не работают ничего все пережегся механизм там мертво мертвая начинка увы вот это кошмар но вот я еще почему-то думаю что когда ты встаешь на сторону зла этот механизм сгорает моментально а ты помнишь момент когда вокруг всего того что звучало на нашем радио вообще вокруг нашего радио вокруг твоей фамилии начало звучать слово говнорог что Миша Козырев это я помню это было огромное количество таких разговоров в какой-то музыкальной среде там еще где и так далее все группы которые звучат которые Миша включает в эфир нашего радио это группы которые звучат одинаково это три аккорда это совершенно тупые и однообразные тексты говнорог если мне не изменяет память этот термин изобрела капитолина деловая обозреватель газеты московский комсомолец которая вела много лет там последнюю страницу рубрику мега хаос и одно ну как бы это вообще типично для музыкальной журналистики это такая типичная платформа опережать тренды обозначать что модно это правильно всегда так нужно делать вводить в терпеть не могу это слово дискурс то что связано с нашим музыкальным будущим но при этом крыть хуями то что было там вот это я не очень понимаю я не очень понимаю почему обязательно я даже даже в комментариях каких-нибудь спорах про музыку я очень не люблю когда вот людям надо похвалить какой-нибудь альбом какую-нибудь песню какой-нибудь клип какого-нибудь артиста и они при этом в одной строчке говорят но вот это настоящее не то что тот я думаю почему нужно обязательно при том что ты хочешь что-то похвалить что-то обязательно облить грязью я этого очень не люблю но в какой-то момент Когда общая эйфория и признание того, что вышел прямо на поверхность новый пласт музыки, связанный с нашим радио, прошли, возник другой тренд. Говнорог и обозначение, если ты слушаешь это, то ты говнарь. То понятно, что у тебя нет никакого вкуса. В общем, возник образ, возникла традиция писать о нашествии в уничижительных ироничных тонах, что это фестиваль, в котором люди варяются бухие в грязи. Значит, и это во многом, почему журналисты так любят делать? Это дает им отправную точку для того, чтобы возвысить себя и обозначить, но я-то не такой. Я-то давным-давно, да я вообще никогда это не любил. Да, у меня, конечно, было написано кис на стене, я носил джинсы, у меня была косуха с надписью Ария, но, послушайте, я был неумным тинейджером, сейчас-то я же весь прогрессивный исландский трансмета-рок. Сигуррос, мои боги! Хорошая группа, Миша. Блестящая, я ее очень люблю на самом деле, но при том, что ты любишь Сигуррос, зачем говорить, что Борис Борисовичу списался в одном предложении? Ладно, не Борис Борисович, подожди, там были группы, которые, в общем, я сейчас тут пытался вспомнить, но с трудом вспоминаю, но было какое-то количество групп, которые, кажется, не было ни одной причины, почему их нужно было в тот момент, в эфир главной, все-таки, радиостанции, которая транслировала настоящую музыку, нахера их туда было ставить? Давай я тебя спрашиваю, вот есть несколько, назови хотя бы несколько групп, которые ты жалеешь, что ты им дал эфир? Ну, сейчас, ну, просто честно, даже без обид, как бы на сегодняшний день, ну, вот так вот ты вот, ну, какая-то херня какая-то. То я бы, конечно, не поставил в эфир группу Ария. Она, я ее... Я не могу ее слушать вообще. При этом, при этом, это я говорю только с сегодняшнего дня, потому что тогда невозможно было без нее обойтись. Ну, у тебя мара звучала в эфире, Миш. Да, слушай, ну, Ария, у Арии армия фанатов, Айрон Мейден, ну, хер с ним тебе не нравится. Ну, это ж... Это, вот, я говорю тебе, это вообще не мое. Там группа кукерницы. Я... Как это происходит? Я тебе объясню, как это происходит. Значит, это происходит следующим образом. По мере того, как ты руководишь станцией, ты обрастаешь огромным количеством личных, человеческих связей, контактов, дружбы и так далее. И всегда было так, что, например, вот, чтобы попасть ко мне в поле зрения, некоторые группы всучали свои диски, они не присылали их на радио. Они, вот, есть на гастролях машина времени, они Макаревичу дают диск. Так, например, Андрей привез мне группу Пятница. Да, значит, Шахрин, который передавал мне постоянно многую музыку. Так в эфире появилась там Саша Гагарин и группа Сансара или там Смысловые галлюцинации. Хотя, нет, Смысловые галлюцинации мне вообще передала кассету в Снегопад. Девочка в первый месяц открытия нашего радио. Она мне дала кассету. Это вообще ваша йобургская мафия. Да, это наша йобургская мафия. Кстати, йобург, очень обидно, надо назвать Екат. Йобург, это очень обидно для Свердловчана. Нет, 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 ты можешь даже это оставить. Вот, просто получишь порцию проклятий из Уральского региона. Простите. Значит, ты обрастаешь постепенно там каким-то количеством. И вот тебе приходит продюсер, который говорит, смотри, значит, вот я в эту группу реально верю. У тебя же есть уже в эфире два моих коллектива, с которыми я тебя не обманул. Они популярны, тебе они нравятся. Вот смотри, может быть, это еще не зрело, может быть, это еще не самый супер хит, но дай нам шанс, пожалуйста. И так, например, вслед за группой Король и Шут, которую, я считаю, мы абсолютно правильно поставили в эфир, это невероятно талантливый и выдающийся коллектив, который до сих пор еще недостаточно оценен. Я думаю, что будет много трибютов, их творчество будет востребовано на протяжении очень длинного периода времени. Так в моей жизни появилась группа Кукрениксы, который, если там Горшунев старший, Горшок, то Горшунев младший. Кукрениксы всегда смотрелись как некая пародия на Король и Шут. Это было очевидно даже тогда. Это не пародия, это как бы младший брат. И я в это поверил и много песен поставил. За многие песни мне сейчас стыдно, их не надо было ставить. Но это первый фактор, который на тебя влияет, это погружение в контекст личных взаимоотношений, которые, по идее, для идеального руководителя музыкального какого-нибудь бизнеса, это нужно все отсекать, выжигать каленым железом и говорить в очередь, сукины дети, в очередь. А второй фактор, это рейтинги. Это тестирование каждые три месяца. Ты выбираешь по сто песен, ты сажаешь свою аудиторию, плюс какое-то количество людей, которые не слушают наше радио, но потенциально могли бы его слушать. Ты гоняешь им отрывки песен, такие хуки, и они рейтингуют. Сопрыкин считает, что наше радио погубили фокус-группы. Ты перестал доверять своего собственного чутью, а доверился... Я думаю, что это привело к определенному тупику. В этом я с Юрой соглашусь. Я не хочу оправдываться, но это очень сложный вызов, причем я не говорю только про радиостанцию или про наше радио, то же самое для тебя. У тебя есть список гостей, с которыми тебе интересно поговорить? И ты понимаешь, что вот этот человек, он вызывает у тебя чуть меньший интерес, но он кликабельнее всех остальных намного. И дальше это вопрос компромисса. Пригласишь ты его в программу? Это всегда мой выбор исключительно, это мой список. Я никогда никому, сторонним людям, не предлагаю подумать над тем, кого бы мне было бы интересно пригласить. Это всегда мое личное решение. Дело в том, что все, что касается постановки в эфире, это тоже было мое личное решение. Только ты смотришь на цифры просмотра и понимаешь, ух ты, вот я не хотел этого, оказалось, то есть я сомневался, а вот как оно оказалось. А я смотрю на цифры, и моя любимая группа Tequila Jazz, я мог ее даже не тестировать, потому что я знал, что на каждом тесте она провалится. И вот внизу таблицы, я ее ставил, все, что они делали, я старался ставить, но я, что значит ставишь, песня для того, чтобы ее оценили, должна прозвучать в эфире не меньше ста раз. Это примерно происходит там за 10 дней, ну там может быть за 2 недели. После этого можно задавать вопрос, а как она вам? Хотя я сейчас вспоминаю, ты знаешь, Tequila Jazz и наше радио связаны только с одной песней, это «Зимнее солнце». Больше я что-то так... Ну, кто оденет «Зимнее солнце»? Тра-та-та-та, мелодия прошлого лета, потом... Точно, да, нет, мы старались все новые вещи, которые у них, а Tequila Jazz просто, еще и история с максимумом, там, «Звери», например, песня, она на максимум не звучала. И просто это долгая моя влюбленность в коллектив, которая связана и с филями, и с лейблом танкиста, который исправно издавал их. И вообще, как бы, Федоров один из моих героев в принципе. И при том, что он всегда критиковал наше радио, и традиционно сейчас только что выдал опять пламенный монолог на нашествии, почему это вообще все к чертовой матери ему не нужно. Ты смотришь на цифры, а я смотрел на рейтинги песен. И Юра... Мы сейчас полемизируем с невидимым Сопрыкиным. Юра, наверное, со стороны прав. Но чтобы понять, почему я не мог просто показать крупный факт всем рейтингом и делать просто так, как мне заблагорассудится, я бы мог это сделать, если бы я не нес ответственность за всю радиостанцию. Я не нанимал бы всех этих людей. Хотя это звучит ровно так, как банальное пошлое оправдание любых компромиссов. И любое самооправдание вообще у человека – это невероятно растяжимое качество. Так что я бы, наверное, зная... Вот самое замечательное, если бы я знал, что мне с этой станции отведено 5 лет. Я эти 5 лет ее буду делать, а потом собственноручно захлопну и уйду. Вот если бы у меня была такая установка, я бы, конечно, запрограммировал ее веселее, интереснее и качественнее. Вот если бы каждый день надо мной не висел этот пресс-выживание, я бы тогда разошелся прям по полной программе. Миш, самое крутое выступление на нашествии из всех тех фестивалей, к которым ты еще имел отношение. Вот самое запомнившееся для тебя. Number one. Есть у меня одна картинка в голове. А можно не одно? Ну, можно. Два. Расскажи, сколько хочешь. Во-первых, это выступление группы Animal Jazz, когда хлынул ливень проливной, просто стена дождя. Ну и, конечно, когда такое происходит, все техники выбегают, начинают затягивать полиэтиленом эти все мониторы. Значит, тут народ просто постепенно погружается в болото перед сценой. Настолько такие потоки, лужи. Значит, и это случилось в середине группы, которая выступала перед Animal Jazz. И я не хочу произносить какой, потому что это обидно. Но чувак-артист просто допел песню до конца, повернулся и ушел. Я говорю, послушай, ну ты доиграй, хоть у тебя две песни осталось. Ты что, я самоубийца, что ли? Сейчас током как дернет, все. И ушел. И тут, короче, заряжается Animal Jazz. Вот, они говорят, мы готовы. Я говорю, подожди, ребят, тут такая гроза, гремит все. Они такие, нам похуй. В смысле, мы будем выступать. Я говорю, да ладно, ну все, отлично, выхожу там. Animal Jazz. Они начинают играть, и прямо на первой же песне Михалыч с микрофоном выходит на этот язык просто под струи. И, по-моему, у них первая же песня была «Иуда». Вот, и люди такие прямо, они думали, что будет какой-то перерыв, что сейчас все закроют, и нужно будет долго мокнуть и ждать. Они так смотрятся на сцену, и он на первой же песне падает на колени, проезжает по этому мокрому языку, вот так вот раскрывает руки, и с гитарами звучит «Иуда». И вот это у меня на всю жизнь такая проверка на настоящий, ты или нет артист. Вот, значит, потрясающе было выступление «Короля и Шута», когда они были уже хедлайнерами. Я прям смотрел. Да, и, значит, «Факельное шествие», а у них, значит, был «Проклятый старый дом» альбом, и мы устроили, открыли декорацию с таким проклятым старым домом, вот. Ну и, значит, у нас в то нашествие была какая-то необычная дружба с этими самыми дрессировщиками животных. Мы наводнили нашествие в самых разных местах различными животными, которые в основном были взяты нами с масс-фильма. Был профессиональный чувак, который, значит, я открывал нашествие в костюме Гэндальфа в белом, да, и с вороном Гамлетом на руке. Тренировался, несколько репетиций у нас с Гамлетом было. Главное, чтобы он выклевал мне глаз. Но с «Королем и шутом» это было связано с тем, что я предложил князю Горшку, что давайте в какой-то момент мы из чердака, из-под купола сцены выпустим ворон. Они такие «Во! Отлично! Вороны! Все!» Короче, этих поймали 100 ворон, специально обученные люди в ящики такие, и привезли на нашествие. И, значит, этот цвет, по-моему, должна была быть под проклятый старый дом. «Не очень грустно в темноте, но я мечтаю об одном!» И, значит, мы открываем эти ящики, нужно по лестнице на чердак, а ворон укачало. И прям уболтало до состояния невминоса. Они просто были безжизненные. И нам надо принимать какое-то решение. А там такие вялые, теряющие-потеряющие сознания ворон. Мы такие, ну что, ну что, ну уж привезли, ну что, выкинуть что ли? Ну давайте. И он, значит, там горшок. Мы очень грустно. Реальный воронопад. То есть они просто вываливались и падали на сцену. А потом там приходили в себя и так отползали от группы Король и Шут. Вот. И потом уже потом залетали и взлетели. Но вот в тот момент, когда они должны были красиво вылететь, они просто падали. И горшок, когда закончил песню, посмотрел на небо, обернулся и сказал, «Вы что, бля, где вороны-то?» «Вороны уже все там!» Это было весело. Ну и самое, наверное, трагическое для меня выступление, последнее, которое, собственно, я сумел организовать, это было воссоединение группы «Наутилус-Помпириус» в 2004 году. Это был результат очень тяжелых, долгих переговоров со всеми участниками группы, потому что мы объединили вообще весь золотой состав. Они приехали за неделю до фестиваля и репетировали у нас все прямо в нашей студии, что для меня, конечно, было. Но это группа, которую я вообще боготворил и влюблен в нее и по сей день. И это было, короче, это было для меня большое событие. Это была одна из главных фишек того года, что в финале «Нашествие» группа «Наутилус-Помпириус» в золотом составе. Мы поставили две барабанных установки, там было два барабанщика, там был Назимов и Алик Потапкин. Выходили какие-то музыки. Вадик Самойлов был вместе с ними, выступал в песне «Титаник», потому что он продюсировал звук альбома «Титаник». Значит, и все, короче, это должен был быть прямо триумф. Но перед этим произошло следующее. Перед ним выступал Владимир Кузьмин. И в какой-то момент Дима Гройсман, который был ответственен за то, чтобы артисты вовремя менялись, он не обратил на это внимания. И Кузьмин затянул свое выступление. Причем минут на 15-20. А мы в этот момент уже были в какой-то счастливой эйфории и не обратили на это внимания. А оказалось, что у нас был жесточайший дедлайн – закончить в 11. И нам в 11 отрубали звук просто. А у них программа выстроена по песням. Каждый номер отдельно 12 песен. И когда закончил Кузьмин, мы с ужасом вдруг поняли, что 12 не будет. Будет только 8, а то и 7. А потом отрубят электричество. И я был просто в бешенстве. Я умолял организаторов, моих партнеров, которые ответственны были за договор с местными властями, за ментов, за все вот это вот, чтобы они просто на коленях у них выпросили. Чтобы это было не 11, а 11-15. И те говорят нет. И в результате я вынужден подойти к Славе Бутусовой и сказать «Слава, ты еще раз меня прости, гореть мне в аду за это». Но вот вычеркни, пожалуйста, сейчас 5 песен из своего юста. И он пожал плечами, значит, начал вычеркивать. Я так психанул, что я просто сел за руль, уехал прямо в поля, далеко от фестиваля. Там была где-то вдалеке только освещенная сцена и доносились какие-то звуки. Прямо сел в траву, плакал, смотрел на этот фейерверк и понимал, что что-то в моей жизни с этим совсем закончилось. Ты помнишь последний день работы на нашем радио? Нет. Я помню, я очень хорошо помню тот момент, когда мне сказали, что со мной расстаются. Кто сказал? Это сказал Марти Пампадур, человек, который у Мердока был ответственен за Россию. Марти Пампадур, бизнесмен, которому сейчас уже, по-моему, 75. То есть он такой невероятной красоты пожилой американский еврей, у которого была собственная сеть радиостанций. Радио он знает блестяще. Он меня интервьюировал, он меня познакомил с Мердоком, с которым я тоже общался в общей сложности, по-моему, 3 минуты 16 секунд. Мердока в тот момент интересовала его новая жена Уэнди, вот эта кореянка. И, значит, мы улучшили на каком-то пати, к нему подошли. Я с ним тоже проходил небольшое интервью. Короче, моим непосредственным куратором, ментором и начальником был Марти. И я помню, что я еду на машине. Меня вызвали в корпоративный офис Логовас Ньюс Корпорейшн. И мне по дороге позвонил один мой друг, с которым мы делали несколько проектов. И он сказал, Миша, имей в виду, мне сказали, что тебя сейчас уволят. Такого не может быть. Я просто должен был тебе это сказать. Откуда сказали, я не могу сказать. И я шел на эту встречу на измене. Я думал, что не может быть. Невероятно. Как, зачем, почему. И я сел, было в комнате, по-моему, три человека, Марти и еще двое. И он сказал, Миша, нам надо расставаться. Значит, мы выпишем тебе хороший пакет компенсации. Значит, было сказано, что ты можешь продолжать заниматься мероприятиями, в частности, фестивалем нашествия. Но холдингом, этими нашими тремя станциями, ты больше руководить не будешь. Я задал какие-то вопросы, услышал какие-то ответы. Сказал, да, давайте я подумаю и подпишу. Значит, была какая-то пауза. Я вышел. Это было здание. Рядом с Павелецким вокзалом есть такая очень высокая башня. И на каком-то там последнем этаже был офис. И я помню, что там была открытая дверь на балкон. Я вышел на балкон. И это был тот момент в моей жизни, когда у меня появилось желание прыгнуть вниз. Настолько я был этим раздавлен. Детей у меня еще не было, поэтому мало что держало. Ну, в общем, вернулся и подписал и расстался. Занятная вещь в том, что подготовки этого решения, я знаю, что они встречались с моими ключевыми сотрудниками, членами моей команды, и с ними консультировались. А можно, например, наше радио Без Козырево представить? Некоторые говорили нет, некоторые говорили да. Потом, после моего увольнения, и когда уже это было объявлено, их спросили, а нашествие мы что, не можем Без Козырево проводить? И тут все сказали, конечно, можем. И так и закрылась история с фестивалем тоже. Но я, конечно, не собирался что-то делать по частям. Я как бы понял, что все, обрезать нужно, отпустить это все. И я, конечно, несколько лет дико обижен был на этих людей, и считал предательством то, что они так ответили. И, в общем, я никого не звал никогда за собой. В общем, и в данном случае звать было некуда. Но как люди ведут себя после того, как ты исчезаешь из их жизни, по вынужденным обстоятельствам, это, конечно, большой жизненный опыт для тебя. Например, я практически со всеми уже отпустил это все с души, со всеми всех простил, со всеми наладил отношения. Мы даже об этом не вспоминаем, кроме одного человека. С одним человеком у меня еще нет у меня достаточных душевных сил, чтобы протянуть ему руку. А со всеми стали, да. Но еще и, конечно, это моментально опустошает твою записную книжку. То есть большая часть людей, которые тебе звонили, прекращает звонить вообще. И только прямо, конечно, тех людей, которые продолжают с тобой дружить, потому что они дружат с тобой, а не с твоим должностью, ты ценишь и любишь гораздо больше. И я очень дорожу теми артистами, например, с которыми мы сколько лет не прошло, с ними дружим, общаемся. И тут мало кто меня подвел, кроме пары человек, о которых мне тоже болезненно вспоминали. Ты много разъезжаешь по свету и посещаешь грандиозные совершенно концерты в самых разных концах света. От Африки до... Сейчас мы с тобой говорили перед началом программы, будет Япония, Штаты и так далее, так далее. Ты можешь назвать... Ну, не буду привязываться, но три, неважно, сколько назовешь, самых крутых концертов в своей жизни, которые ты видел? Так. Давай я назову вот так, я себе упрощу задачу. Давай я назову тебе три самых крутых концерта, которые я видел в этом году. Потому что вообще за всю жизнь это прям реально очень тяжело. Хорошо, хорошо. Ну, один ты назови потом, который вот главный концерт в твоей жизни пока, по крайней мере. Три этого года, давай. Значит, потрясающее новое шоу группы Мьюз. Это круче, чем Харп? Да. Это прямо какой-то новый уровень сочетания технологии с их музыкой. При том, что я совсем не в восторге от последнего альбома, но шоу прямо потрясло меня вообще. Особенно, когда в какой-то... Ну, то есть я уж не говорю о том, что там восемь... А где это было? Это было в Лужниках. Это я смотрел в Москве. Несмотря на то, что в какой-то момент восемь человек в светящихся костюмах на тросах спускаются вертикально, шагая по экрану, а в это время на экране пузырьки воды, и ты понимаешь, что это водолазы, прогружающиеся на дно морское. Но в конце концерта появляется какая-то гигантская надувная фигура робота, которая высотой метров в двадцать, которая простирает вот так вот руку над крохотным маленьким Мэтью Беллами, который играет на гитаре и поет, и она вот так вот, как будто сейчас его... Это все связано с технологиями современными, с роботизацией, с уничтожением всего человеческого на Земле. То есть основной посыл этого альбома. Это все, как мы будем жить в этом мире обездушиванием, неодушевленных технологий. Это, знаешь, скорее мне бы показалось на концерте Iron Maiden. Вот такая вот гигантская фигня уместна. А тут Мьюз. Причем это было очень сильно. Значит, второй концерт по силе это... Ты будешь, ну не смеяться, но улыбаться, по крайней мере, Робби Уильямс. Я несколько лет подряд езжу в Гайдпарк на фестиваль British Summer Time. Это выросло в какой-то... Ну, то есть понятно, что самый главный фестиваль на всем земном шаре это Гластенбери. На Гластенбери попасть практически невозможно, потому что там за полгода нужно сначала авторизоваться, чтобы иметь право встать в очередь на электронную распродажу билет. Как-то вовремя болдом. Может быть, да. Именно так я ни разу не пытался туда. Значит, а потом дальше возникает день продаж. Участвовать в этих продажах могут только те, которые прислали уже свое ID. Заявки, да. А сколько там человек помещается? 200 тысяч, по-моему. Где-то так. И дальше возникает момент. Почти как на шашлык лайф. Но немножко не дотягивает. Немного не дотягивает все-таки, да. Мы не говорим о великих фестивалях человечества. И дальше примерно через 10 секунд. Все. За 10 секунд. Вообще. Ну, то есть, ты стоишь в очереди еще 40 минут, и это все как-то обновляется, обновляется. А потом говорят, sorry. Потом дальше читаешь на сайте, что за 10 секунд были проданы все билеты. Так, на British Summer Time ситуация чуть полегче. Но надо сказать, что мы обычно вот достаем на эти концерты, глобальные, на которые мы ездим, билеты по четко отработанной схеме. Мы заходим с четырех ноутбуков из разных точек земного шара. И каждый мы берем по максимуму количеству билетов. Как правило, это четыре. Значит, и одновременно, то есть, мы открываем чат. Раньше мы делали это еще со скайпом. Просто прям реально какой-нибудь там, те самые, 13 друзей Оушена. Ну, какая-то четко проверенная система. Из разных, кто-то в Лондоне, кто-то в этот момент там в Китае, кто-то в Москве. Значит, заходим. И дальше, так у тебя, я прошел этот этап, я прошел этот. И, как бы, гарантированно, как правило, мы выуживаем 12 билетов на концерт. Этим летом на British Summer Time хедлайнером. То есть, я посмотрел Боба Дилана. Я очень хотел это увидеть. Посмотрел Нила Янга. Ну, и дальше Робби Уильямс. Робби Уильямс – это просто самое главное шапито, которое есть на земном шаре. Это невероятный уровень какой-то вот просто классического голливудского какого-то даже шоу-мюзикла. Каждый номер – это отдельный перформанс. У него каких-то там 132 танцовщицы, полный там диксилент духовых. И каждый номер в какой-то стилистике, он, конечно, может быть, не самый великий певец на планете, но он самый выдающийся шоумен. Он прямо вот на уровне, я не знаю, там какого-нибудь Франко-Синатры. Он может быть одновременно им или одновременно там хулиганом. И при этом он еще очень остроумный чувак. Комментирует, вставляет какие-то вещи между песнями. Папу своего выводит на сцену и с ним поют какой-то там английский. Главное смотреть это, когда 100 тысяч людей, влюбленных в его каждое слово и каждое движение, в какой-то песне он говорит, да, я помню это счастливое время, когда мы были с тремя моими друзьями и пошли вместе работать. И была цель, и был смысл, и мы делали людей счастливыми. И каждый ощущал свою необходимость в каждом дне. Ну, а потом я бросил работу в Макдональдс и присоединился к Take That. Это же прямо очень круто. Вот это у него прекрасная самоирония вообще. Когда это принято, музыкантов приглашать кого-то из зала, из портера на сцену, он приглашает примерно 65-летнюю какую-то шотландку, которая еще и говорит с таким акцентом, и, значит, ей исполняет на кушетке, на диванчике какую-то песню. Ну, в общем, короче, это прямо наслаждение. А третий. Я должен сказать, что, и это для меня, я думаю, что многих обескуражит этот мой выбор, но самое мощное с точки зрения провокации и с точки зрения воздействия на зрителя шоу на планете, это шоу группы «Рамштайн». Где ты их смотрел? В этом году я их смотрел два раза. Первый раз я их смотрел в Мексике. Я организовал тур в Мексику, чтобы увидеть их на Новый год, где они выступали прямо на побережье Тихого океана. То есть мы перелетели через весь земной шар и сидели в VIP-зоне, тут возвышалась эта сцена, а дальше плескался, утопал в ночных звездах океан. Это было прямо и в Мексике, они, ну, то есть их любят примерно так же, как в России. Ну, вообще, мексиканское путешествие, это была отдельная тема, насколько это было круто. Причем мы же в разных городах, мы еще и делаем квартирники. То есть мы вычисляем местных музыкантов, и это прямо отдельное удовольствие. То есть одну супергруппу посмотреть на огромной площадке, а тут какой-то прямо парень, который только начинает и пытается пробиться. Ты понимаешь, что проблемы, в общем, во всех странах одинаковые, у начинающих музыкантов. Но второй раз я смотрел «Рамштайн» здесь, у нас в Лужниках, и это уже было новое шоу. Вот это вот связанное с этой альбомом, со спичкой, где Deutschland, да. Но вот эти вот огромные трубы, которые расставлены по кругу, это невероятная наглость группы, которая позволяет себе дать концерт на стадионе без экранов. Но это так жутко, когда на второй песне поднимаются красные флаги, где в кружке логотип Рамштайн, этот крест, и из этих труб начинает валить белый дым. И дальше, и песня эта... Как она? Ицу, 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 драйвер. Забыл, как назвать. Неважно, да. Короче, в этот момент Диана Арбенина, с которой я сидел рядом, там ворачивается ко мне и шепотом говорит, ну, мой дедушка бы здесь сейчас анимел. Потому что это реально страшно становится. Но я задал вопрос варбанщику, то есть клавишнику, с которым у меня было потом интервью. Это Флаке, сумасшедший, который шагает весь концерт. Кудой такой. Да, да, да. Он прям самый главный ебанько из всех. Да? Вообще просто. Прямо он выпустил книгу с замечательным названием долбящий по клавишам. Я его спросил, ну, как бы, как вообще вот это вот? Это же воспринимается реально как нацистский шабаш. Он говорит, мы это намеренно делаем, потому что мы показываем аудитории, как легко при нескольких элементах, которые у нас у всех в памяти ассоциируются, как легко воссоздать такое. Но если вы знаете наши песни, вообще мы про любовь, мы про солнце, мы про радость. Это, кстати, тоже парадокс, потому что люди, не знающие немецкого языка, у меня от рождения он вызывает мурашки. Мне страшно становится, потому что я насмотрелся на всех этих фильмах советских. Поэтому каждый раз это такое жутковатое ощущение. Короче, группу «Рамштайн» я уважаю, люблю и в этом году даже смотрел два раза. Три самых ожидаемых тобой концерта вот на конец этого года и на следующий. Вот три самых ожидаемых. Куда ты больше всего горишь? Поехать. Значит, так, я дико скучаю по группе «Океан Эльза». И, к сожалению, да, и, к сожалению, понятно, что мы, ну, не будем говорить никогда, но много лет ее здесь не увидим. Это потенциально, то есть это было принципиальное решение славы в тот момент, когда все... Подожди, сейчас ты видишь, что как бы пошел обмен пленными. Да, 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 и поэтому, может быть, это все намного быстрее, как-то произойдет. Я... Надежды юношей питают, Коля. Кстати говоря, последний концерт они дали в эфире «Дождя», когда мы делали серию концертов в Шереметьево. Да, да, да. Они прилетели, и там мы в зоне отлета прямо записали их, и я, конечно, не мог представить, что это последний концерт. Так вот, я везу группу в Минск в сентябре, поскольку они дают большой стадионный концерт в Минске. А это будет так же в Минске, как у них было в Киеве, когда вот эта круглая сцена, и он по... Нет, это точно стадион, это трибуны, и эта сцена, которая фронтально выставлена, я смотрел план зала. Так что, ну, это... Все равно круто. По красоте... Понятно, что сейчас там уже полный солд-аут, но мы умудрились... Да, это первый. Второй... Второй концерт, который я жду всегда, это главная группа в моей жизни, Юту. Я полечу в этот раз в Японию. в декабре, я ни разу не был в Японии, а я, ты знаешь, это точно не в Токио. Не в Токио. Не в Токио. Но я не назову тебе сейчас по памяти, я круглый. Стадион. Вот. И мы проводим 10 дней в Японии, и хайлайт, вершина этого путешествия, это концерт Юту. Они будут играть, они будут играть полностью альбом Джошуа 3, самый великий альбом. Это тот тур, в котором они от первой до последней песни играют все без исключения. Ну и понятно, что напоследок исполняют еще несколько великих своих треков. Но вот в Японии я их ни разу еще не видел. Это будет какое-то уже надцатое шоу. Третье. Юту. И третий я вчера только получил в рассылке даты Мадонны, которая едет в этом году по маленьким залам, не по стадионам. Она будет давать несколько концертов на небольших площадках. Я послушал альбом последний. Меня он особо не восхитил, но, как обычно, надо отдать должное артистке. У нее невероятное маркетинговое чутье. Она всегда привлекает тех, кого надо. Надо сказать, что вот это вот one, two, one, two, three. Cha-cha-cha-cha первый сингл с латиноамериканским таким привкусом. Он абсолютно точно стал хитом. Мне очень интересно увидеть ее вблизи. Вообще это рискованная штука поехать по маленьким залам. Так вот, я сейчас смотрю, какие даты. Я думаю, что я хочу организовать группу в Лондон, чтобы посмотреть на Мадонну. Миш, последний вопрос. Я обычно так делаю, когда это значит стоп-мотор. Нет, неожиданная пауза. Все-таки три главных группы, рок-группы русских в твоей жизни. Три. Рамштайн, Дипешмот и Ютуб. Миш, три. Ладно. В моей жизни русских рок-группы. А я посмотрю, ничего ли я не забыл, важное спросить. Подумай одну минуту. Угу. Сейчас две точно. Сейчас третью скажу. С третьей видишь, Ну, значит, Так, это все не просто-то. Я сейчас еще думаю по количеству записей у меня в iTunes. Чего больше всего? Хорошо. Значит, ничего оригинального я не скажу. Тройка выглядит так. Наутилус, Помпилиус, ДДТ и Аквариум. Спасибо. Аквариум, надо сказать, что с большим отрывом, но вот это три главных группы. Наутилус, ДДТ и Аквариум. Миш, а, это подарок? Я только сейчас понял. Я думал, что это у тебя книжка с вопросами, которые ты планируешь мне задать. Гаданем? Ну, давай. На любой странице? Я же не могу сказать нет. На любой странице? Смысл, я открываю на любой странице и читаю. Первые восемь строчек. Да, Готов? Да. А я могу сразу сказать, на какой странице? Я сам открою. Вперед. цифру ищу. А, ну, поехали. А тут как раз восемь строчек. нет. Вот ты, блядь. Нет, ну, это прямо отсюда и в вечность сейчас будет. Когда я усну под спокойным деревом, когда я усну мудро и далеко, раскинув мозги и перышки, не надо меня шевелить мокрыми красными руками, даже если ваши руки не мокрые и не красные, все равно не надо меня шевелить. Спасибо. Теперь спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогой. Наш традиционный конкурс. Оставляйте ваши вопросы для Михаила Козырева, автор лучшего вопроса получит любимые книги нашего героя. Книга номер один «Водолазкин. Лавр». Книга номер два «Вся кремлевская рать. Михаил Зыгарь». Книга номер три «Аркадий Островский. Говорит и показывает Россия». Книга номер четыре «Зулиха открывает глаза. Гузель Яхина». И книга номер пять «Жанатан Литтл. Благоволительницы».